Друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать на нашем канале Юлика Лайфвлог. Ну что, долгожданное продолжение эпопеи с компьютером. Судя по комментариям, вашим отзывам заранее хочу сказать. Всем большое спасибо, кто откликнулся, кто помогал, кто дискутировал, предлагал версии возможные. Вы помогли. И, короче, я понял одно, что с большой вероятностью и там, наверное, больший процент уверенности, что все дело в биосе. Так как я попробовал, уже поменял кулер, потом я вам покажу. Подключим уже штатный кулер. Посмотрим, будут ли какие у нас изменения. Кстати, штатный кулер у нас уже идет с термопастой и он с четырьмя, четыре пина. Сейчас установим все и тогда подсоединю штатный кулер. Перекинул. Пришлось снимать материнку, потому что надо было менять крепление для этого кулера. Блин, все разбирал, собирал. Геморрой еще тот. Все отсоединил. Короче, водяное охлаждение полностью. Все-все провода оценил. Давайте запустим. То есть запускается, в принципе, все точно так же. Никаких проблем нету с запуском. Все теперь с кнопочки работает. Все тихо. Все кулеры работают. Давайте пойдем к монитору, подсоединим, посмотрим, будет у нас что-нибудь изменения. Но я сразу говорю, не верю. Ничего не помогло. То есть все подключения, 24 пина, потом подключил питание на процессор, процессор на материнку, подключил видеокарту питания. То есть, ну, все было подключено, правильно было правильно, все по совместимости подходит. Но все перепробовал, нет сигнала. И тогда в комментариях как раз мне и написали, что, скорее всего, это биос. Отдельная благодарность всем тем, кто хотел лично помочь, приехать. И Михаил, и по телефону. Я все вижу, все читаю. Друзья, большое спасибо всем тем, кто посоветовал действительно обратиться в магазин, который продал мне эту материнку. То есть, это в Финляндии я покупал Верка Каупа. И действительно, я туда обратился. Вернее, даже не обратился. Зашел на сайт и посмотрел услуги их. И у них действительно есть конкретная услуга по обновлению и по прошивке биоса. Снял все с материнки. Смотрите, что я обнаружил. Я не знаю, увидите или нет, но я сейчас вам покажу. Вот в этом месте, вот тут, вот так вот идет трещина. Вот этот сам пластик, он треснул. Вот идет, вот так. Проходит трещина в самом этом корпусе. Вот. Возможно, из-за этого была возвращена эта материнка. Но самое интересное, что ее перепрошили, значит, она рабочая. То есть, это крепление сломано, но оно, походу, никак на скорость не влияет. Ну, да ладно. А дело со легким испугом. 19 евро. Это, в принципе, для финских цен это, ну, ничто. Вот. Заказал, как вы знаете, я другую материнку, потому что я хотел, чтобы у меня в компьютере был Wi-Fi обязательно модуль. У меня компьютер будет стоять там, где нет розетки. А тянуть провода эти, ну, это я некрасиво и не хочу. Заказал я, как вы знаете, B450E. В этот же день практически, как я опубликовал видео, я получил это. И смотрите, что произошло. А вот и долгожданная посылочка пришла. Упакована прямо, прямо супер. Так, ну что? Что мы видим? B450 для Ryzen. Вот такая вот пришла ко мне теперь материнка. Мануал опять по установке. Пока не вижу я никаких Wi-Fi антенн. Возможно, это всё в этой коробке. Самоплата и выход. И тут, наверное, где-то ещё должны быть антенны. А самих антенн нету. Так вот. А где антенны? Очень непонятно мне пока. Но, друзья, вот такая вот красота. Сам модуль есть, а вот антенна отсутствует. Так что, друзья, сейчас едем в магазин. Буду узнавать, какие варианты и возможности есть. По обмену, либо отдаю. И буду думать, что дальше делать. Полный бред и абсурд. Что-то Мэйс вот такой замутил. Продает материнке без деталей. Заведомо зная, что там не хватает, они их продают. Но это вообще полный бред. Так что нет смысла мне. Я сказал, что закажи другую, пускай придёт. Он сказал, в принципе, на этой неделе уже придёт новая. Говорит, а нет смысла заказывать, что он посмотрел, она тоже без антенны. То есть, они знают и продают. Вот это нонсенс. Так что, пойдём либо новую выбирать, либо деньги возвращать. Получается, что завод-изготовитель от Asus отправляет на продажу, зная, что она не декомплектована, в ней не хватает антенны. На что рассчитано, вот вообще мне непонятно. Я ему сказал причину, он сразу в интернете начал смотреть и нашёл, что очень много как раз отзывов и очень многие проблемы с этим и связаны. Что в комплекте нет антенны. То есть, для меня это до сих пор загадка. Зачем поставляют в продажу вещь, которая изначально уже не рабочая. Wi-Fi модуль. Но если у меня нет антенны, я воспользоваться этим Wi-Fi модулем не могу полноценно. Зачем мне это? Я могу купить такую же, только без Wi-Fi модуля. Она будет намного дешевле. То есть, ну, вот это мне вообще непонятно. Ну что, друзья, теперь у нас есть перепрошитая наша материнка B350F Gaming. Вот, сейчас мы на неё обратно всё повесим, протестируем. Также я теперь купил, так как мне нужно было Wi-Fi модуль, я купил вот такой вот, тоже от Asus, вот такой вот Wi-Fi и в нём уже Bluetooth в том числе. И взял пока временно, потому что, ну, я хочу потом нормальную какую-то крутую клавиатуру купить. Вот такую я купил K55 от Corsair. Я хочу уже 70-ю Corsair M2, как-то так она называлась. 180 евро стоит, 179 Верка Каупа. Скажу честно, у меня, наверное, ещё ни разу не было проводной клавиатуры. У меня всегда были все беспроводные. Я сначала думал купить беспроводную клавиатуру на механике, но она держит всего максимум 12 часов, максимум, там, может, сутки продержится. И опять её подзаряжать. Но это вообще ни о чём, то есть для меня это не вариант. Вот. Короче, друзья, всё. Давайте собирать, посмотрим, что получится. Заведётся он или нет. Погнали. Вот. Короче, Биостер обновлён вот до этой версии. Вот наша материнка, которую они обновили. И стоила эта услуга всего 19,90, то есть 20 евро. Но это не так дорого. Обновили. Теперь уже можно смело устанавливать обратно нашу материнку. Сейчас уже, конечно, проводов здесь добавилось. Это будут дополнительные помехи. Но как-нибудь сейчас аккуратно будем стараться всё запихать. Не совсем это всё просто. Сейчас по периметру я включу все болтики. Для них, конечно, надо длинную и отверточку с магнитиком. Материнку мы прикрутили. Следующий у нас идёт по... Давайте теперь будем всё делать по мануалу, как всё положено. То есть следующий шаг по мануалу – установка процессора. Тут всё нарисовано. На самом процессоре тут в уголке есть треугольничек. И на самой площадке тоже есть треугольник. Открываем наше крепление, совместив треугольнички. Всё, он у нас встал. Мы его закрыли. Модули памяти А2 и Б2. Вот такая память. Это от Corsair на 3200. 24 пина, большой разъём на материнку. Мы его подключаем. Перепутать тут ничего невозможно. Тут замки везде. Всё, это процессор мы подключили. Материнскую плату мы подключили. Теперь мы это с вами сделали. Схема подключения нашего водяного насоса. Вот вам инструкция, как надо подключать. На моей материнке какое должно быть подключение всех вот этих водяных охлаждений, насосов и так далее. То есть тут дополнительно ещё всякие другие соединения, всяких коннекторов. У меня они будут не задействованы, у меня их нет. Следующим этапом будет у нас установка водяновой помпы. Обезжирил всё. Короче, сейчас наношу термопасту. Соединяю, тогда покажу, что получилось. Буду мазать вот таким способом. Пакет на палец. Ну, перчатки у кого что есть. Перчаток я не нашёл. Простой пакет сейчас намажу. И пальцем более-менее разглажу. Ну, вроде бы всё. Закрутили. Установили. Ничего не болтается. Всё нормально. Тут главное, конечно, без фанатизма, чтобы не перетянуть. Опять у нас получается два провода. На материнской плате у нас имеется... Мне вот так издалека покажу. Вот два разъёма. Первый и второй. Один отвечает у нас за CPU-Fan, другой CPU-Opt. На них мы повесим. У нас есть два штекера. Этот выходит у нас от водяного охлаждения. То есть, это вентиляторы. И второй провод у нас идёт с самого корпуса. Это PWM-кабель. Видите? Выходит PWM-кабель этот. Его без разницы, куда мы будем подключать CPU-Fan или CPU-Opt. Вот. То есть, это у нас полностью всё управление всеми нашими кулерами будет. От самого корпуса. Потому что, видите, мы повесить можем очень много кулеров на нашем корпусе. Всё будет управляться самим корпусом. Это очень удобно. Судя по мануалу, вот, видите, в первый разъём А, то есть, наши вентиляторы от водяного охлаждения, а на CPU-Opt, тогда уже пойдёт корпус. Перепутать мы не можем. Тут замки. Первый подсоединили. А тогда вот PWM-кабель мы повесим уже на второй разъём. USB 2.0, USB 3.0. Вот USB 3.0. Отдельный провод. Вот он. Ещё остались два. Это у нас USB 2.0 и аудио. USB 2.0 мы можем подключить в любой из этих разъёмов. Ну что, всё установил. Давайте пробежимся. Видеокарта подключена. Материнка подключена. 3.0 подключена. Подключен жёсткий диск. Подключены все мелкие провода от корпуса. Питание на материнку. Питание на CPU. Включена помпа у нас. 2.0. Аудио. Bluetooth Wi-Fi модуль. Вот его сейчас мы с вами распакуем и поставим. Вытаскивается. Вот. Сам модуль. Сама антенна. Один кабель мы подключаем к порту сюда. Ну да, видите, тут все разъёмы сделаны так, что вы никогда ничего не перепутаете. Тут и в самом креплении так. Вот сюда будем подключать его сейчас. Сейчас покажу, что у нас получится. Wi-Fi модуль подключили мы к USB-шке сюда. Да, накручиваются они просто по резьбе. Подключили. Сейчас я это всё подкручу, подтяну. Проверим, что у нас с другой стороны творится, чтобы все провода были подключены правильно. Так. Опа. Ну, сейчас мы глянем. Тут всё нормально. Включаю блок питания. Так. Кнопочка. Жёлтый горит свет. Красный. Жёлтый. Жёлтый. По идее, должен гореть белый. Белый. Жёлтый. Непонятно вообще. А почему он так меняет? Белый. Всё запустилось. Заработал белый. О, зелёный. Друзья, ещё ни разу у нас не запускался зелёный цвет. У нас был всегда белый. Мне не терпится теперь пойти подключить его к монитору. И сейчас мы проверим. Будет. О! И он выключился. Сам включился. Перезапуск идёт. Так, друзья. Всё. Нам сейчас надо подключать тогда, получается, клавиатуру. Мышь. И пойдём смотреть, что будет показывать монитор. Ну, по крайней мере, сейчас уже что-то зелёный свет горит. Видите? Тогда был белый, теперь зелёный постоянно. Не видел, не открывал, не знаю. 2.0. Тут у нас идёт управление подсветкой. Блокировать можно клавиатуру. Ну, и тут, наверное, какие-то программируемые кнопки. То, что надо. Я хотел специально, чтобы она была такая. Маленький ход у кнопочек. Да, у кнопочек небольшой ход. Главное, чтобы она была тихая. Вот. Потом обязательно купим уже, друзья, нормальную клавиатуру. Механическую, дорогую. Вот такая прорезиненная тут штука. С подсветкой. Потому что для меня это очень важно, что очень часто бывает, я поздно засиживаюсь. И мне главное, чтобы она была тихая и с подсветкой. То, что надо. Ну, всё. Пошли подключать. Теперь всё. Ну, что, друзья. Кульминационный момент. Всё подключил. Монитор подключен через DVI. Так. Ну, что. Блок питания включили. Пошло питание на видеокарте. Запускаем наш блок. Так. Ну, что. Скажет ли что-нибудь? Монитор DVI есть? Друзья, всё заработало. Зашли в BIOS. Всё работает. Я просто обалденно рад. Давайте возьмём русский. Вот тут вся информация о нашем компьютере, о нашем BIOS. Тут можно уже всё будет разгонять. У меня 2600 процессор. То есть, его можно будет разогнать. Клавиатура с подсветкой. То есть, она у нас тоже программируется, переливается. Трёхзонная. Ну, смотрите. Теперь такая тишина. Всё работает. Теперь мы можем тут... Вот есть кнопочка управления. Нашей подсветкой. Сейчас посмотрим. Так. А если мы хотим цвет менять? Вот теперь будет тут ещё и менять цвет. Всё заработало. Всем большое спасибо, кто мне подсказал без вас. Я бы, наверное, не додумался, что всё дело в BIOS. Видите, что новый процессор не видит и не может совместиться со старым BIOS. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Так что всем большое спасибо, кто мне помогал, кто советовал. Всё работает, всё отлично. Всем, кому это видео понравилось, ставим пальцы вверх. Подписываемся на канал. Если было полезным, обязательно им поделитесь. Всё, друзья. Всем до новых встреч на нашем канале. Отличное настроение. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok